Давайте рассмотрим ситуацию, когда необходимо перенести Windows на другое железо. Но для начала определимся, в каких ситуациях может возникнуть данная потребность. Новый компьютер. Вы приобрели новый компьютер и, следовательно, придется устанавливать Windows, софт и настраивать все в привычный вид. Намного проще и удобнее просто переставить жесткий диск и работать в привычной среде. Но в данном случае при загрузке Windows появится синий экран смерти, так как Windows настроен под определенное железо. Ну, конечно, если только оно не является аналогичным. Замена материнской платы или процессора. В данном случае ситуация будет аналогична. Появится синий экран смерти, так как произошла смена оборудования. Моральное устаревание. Допустим, вы хотите усилить компьютер новыми комплектующими, но железо под данную материнскую плату уже устарело и уже не продается. Следовательно, нужно покупать новый компьютер и, собственно, устанавливать туда Windows. Поэтому давайте решим данный вопрос. Причем его можно решить средствами самой Windows 7. Но перед тем, как мы воспользуемся данным средством, советую снять образ системного диска при помощи программы Acronis или через архивирование системы. На всякий случай, потому что мало ли, какие могут возникнуть ситуации, чтобы у нас всегда был образ и мы могли вернуться, так скажем, к контрольной точке. Итак, я буду выполнять данную операцию на виртуальной машине, так как на физической машине записать данное видео не получится. Итак, давайте приступим. И первым делом заходим в мой компьютер, диск C, Windows, System32 и папочка sysprip. Так, вот она. И вот, собственно, запускаем данный экзешный файл, то есть данное приложение. И запускать необходимо от имени администратора. И у нас появляется окно программы подготовки системы 3.14. Так вот, данная программа у нас откатывает Windows до состояния первого входа в систему. То есть к тому моменту, когда операционная система еще не была привязана к оборудованию. А делает она это путем удаления драйверов устройств. И перед тем, как запустить данный процесс удаления драйверов, давайте создадим на рабочем столе какой-нибудь текстовый документ для проверки. Пускай он так и будет называться. Проверка. Чтобы потом посмотреть, удалятся у нас какие-нибудь данные текущего пользователя или нет. И так далее, выбираем переход в окно приветствия системы. Ставим галочку подготовка к использованию. И здесь завершение работы. Если поставим перезагрузку, у нас сразу же компьютер загрузится. И, собственно, появится окно, так скажем, ввода каких-то данных. Но так как мы хотим жесткий диск переставить на другое оборудование, следовательно, здесь выбираем завершение работы, чтобы потом могли переставить жесткий диск и запустить на другом компьютере. Итак, все выбрали, жмем ОК. И вот тут у нас идут различные этапы очистки. Ждем завершения данного процесса. После того, как программа выполнила свою работу, подключаем жесткий диск к другому компьютеру. Либо, если это была замена материнки или процессора, то меняем оборудование и включаем компьютер. Опять же, в BIOS настраиваем, чтобы загрузка операционной системы выполнялась именно с этого жесткого диска, который мы поставили на новое оборудование. Итак, у меня это виртуальная машина, поэтому я запускаю виртуальную машину. Итак, вот как вы видите, перед нами идет процесс, который обычно проходит на финальном этапе установки операционной системы. Эта вот программа установки запускает службы и так далее. И вот как раз выполняется установка устройств. Как раз установка устройств для нового оборудования. Собственно, на данном этапе и у нас осуществляется привязка к оборудованию. Итак, вот перед нами появляется, собственно, настройка Windows, выбор языка и так далее. Так, здесь идем далее. И вот, теперь нам необходимо ввести имя пользователя и имя компьютера. Причем, имя пользователя не должно совпадать с именем пользователя, который был установлен до этого. То есть, у меня, допустим, имя пользователя было User. Если я его введу и нажму Далее, у меня вот говорится, что имя пользователя уже используется. Поэтому давайте, допустим, User1. А вот как раз имя компьютера можете использовать то же, которое использовалось ранее. Ну, допустим, вот так вот. Так, пароль, лицензия, общественная сеть и так далее. И так вот, Windows завершает применение параметров. И перед нами появляется выбор, под каким пользователем выполнить вход. Вообще, вот мы создали этого пользователя User1 для того, чтобы сам процесс установки Windows подошел к концу, так скажем. Поэтому, вот мне вообще эта учетная запись User1 не нужна, поэтому я буду заходить под прежним пользователем User. Ну, и так вот, мы выполнили вход. Как вы видите, файл проверка у меня есть. То есть, данные пользователя, то есть, данные учетные записи, различные файлы не были удалены. Они также нормально привязались. Теперь, что мы можем сделать? Собственно, можем удалить нашего пользователя, которого мы создали, чтобы было... Не надо было выбирать, под каким пользователем входить. Поэтому жмем компьютер управления. Так, локальный пользователь и пользователь User1 удалить. И также удалить его профиль. Заходим в свойства, дополнительные параметры системы, профили пользователей. Так, ну вот, собственно, он удалился. А, точнее, мы, так как под ним даже не входили ни разу в систему, поэтому профиль и не был создан. Однако, у данного метода есть недостаток. Активация Windows и большинства софта слетает, так что необходимо активировать все заново. Ну и устанавливать, естественно, драйвера. Но это куда проще, чем переустанавливать Windows и переносить всю наработанную годами информацию. Вообще, если данный метод не помогает, бывает ситуация, что при работе программы появляется ошибка. В данной ситуации можно воспользоваться Acronis True Image Universal R100.